Девушки отдыхают Девушки отдыхают Две очень сильных Таких стороны Если можно так выразиться Во-первых, он невероятно быстро перемещается По всей мапе с помощью своей способности А так как в ДБД Все решает скорость То насколько быстро маньяк все делает И выживший насколько быстро чинит То, соответственно, Хилбилл может быстро Чекать все геники Мешать их чинить И валить всех на землю И к тому же валит он всех на землю С одной тычки С бензопилы Соответственно, это и есть вторая сильная сторона Нашего замечательного маньяка Но вы можете сказать Типа есть еще Майкл Он тоже очень быстро ходит И с одной тычки валит всех на землю Но не забывайте то, что ему нужно накопить Еще эту третью стадию И она у него длится совсем недолго В то время как у Хилбилла Его способность позволяет бесконечно быстро перемещаться по мапе Как я уже сказал И быстро всех валить на землю Поэтому Хилбилла сегодня в топ-2 самых сильных маньяков И не забывайте то, что ДБД постоянно обновляется Некоторых маньяков фиксит Кого-то делают слабее, кого-то сильнее Поэтому все еще может измениться Также, насколько мне известно В конце лета появится уже новый маньяк Говорят то, что он будет очень сильный И все перевернет, как это было с медсестрой Поэтому мой топ-2, скажем так Составлен именно на данное время Так что все еще может поменяться Ну а тем временем Пока я тут вещал вам всякую дичь У нас тут складывается все довольно-таки неплохо И скажу сразу, что я не настолько сильный игрок За Хилбилла и за медсестру И несмотря на это Я подобрал достаточно неплохие и успешные катки Так что скучать вам точно не придется И действительно, вот у нас тут уже Двое валяются опять, один висит Несмотря на то, что они кровавые Пока что они не показывают Высший пилотаж игры Скажем так Давайте тогда повесим Кладетту А затем пойдем к нашей красавице Лори, которая уже заждалась Она один раз использовала осколок Он меня на самом деле напрягает Когда я играю за маньяка Особенно если у нескольких игроков Если вы не знаете Раньше была такая тема То, что Если у всех четырех игроков Есть осколок Они просто сразу же его юзают Когда вы их поднимаете А сейчас осколок пофиксили Если он у нескольких людей То, соответственно, нужно будет Повиглиться где-то на 20% А потом уже сможешь использовать Этот самый осколок Но при этом Тот, кто меченый Он его может использовать сразу Такая вот тема Думаю, есть смысл пояснить Почему я взял именно эти навыки За данного маньяка Давайте последовательно начну объяснять Первое Танотофобия Он позволяет мне Замедлить скорость починки Выживших генераторов Если кто-то раненый Причем, чем больше раненых Повешенных или замоченных Хотя нет На убитых это не действует Только на раненых или повешенных И тех, кто валяется Тем, соответственно, медленнее Они будут что-то чинить А значит То, что игра затянется Это мне только на пользу Затем Нога Вы на самом деле можете посчитать Типа Бесполезный навык На хилбилле У тебя же есть пила Ты можешь пилить эти доски И все такое Однако Мне почему-то удобнее Использовать ногу В некоторых ситуациях Это быстрее Особенно Где-нибудь на свалке Там досок полным-полно И сразу же Скажу То, что По этой же самой причине Я взял навык Он называется Несокрушимый Или что-то типа того В общем Последний навык У меня Который, соответственно Дает мне возможность Когда я получаю полгу доской Быстрее выйти из этого стана Тоже очень полезно На мапах Где много досок Ну и последний Это олени Вы могли заметить То, что я Иногда не сразу Поднимаю своих Подбитых Птенцов Потому что Ну вижу то Что поблизости Бегают еще И люблю Так скажем Завалить несколько человек А потом уже Развешивать их По крикам Как новогодние игрушки Поэтому я люблю Навык олене На мой взгляд Он эффективен Также и на медсестре Поэтому на ней Вы увидите Я тоже его использую Но Вообще Есть он у меня И на трапере Ну Трапер это кстати Мой любимый Маньяк Несмотря на то Что он не самый сильный Ну что ж Возвращаясь к геймплею У нас тут Кладетка Пыталась показать Неплохие мансы Довольно таки Неплохо меня Поводило туда-сюда Не знаю Почему я сейчас Понес ее на этот крюк Там сзади был еще один Ну да ладно Мне кажется На этом крюку Все любят висеть Уже Не первый раз На нем Кто-то отдыхает Давайте тогда Пойдем еще Кого-то поищем Посмотрим По геймкам Кто где сидит Кто-то что делает Пилился я тут немного Вообще За хилбилли Я помню Когда начинал Вообще было тяжко И если вы только Начинаете То за него Я думаю Вам тоже будет Не очень-то и просто И все потому Что не сразу понятно Когда и где нужно Использовать пилу Ну с обычными Перемещениями Когда вы проверяете Генераторы И двигаетесь От одного к другому Тут все понятно Вы просто Катаете на пиле И не о чем тут думать Однако вот Когда за кем-то Гонитесь Ситуация такая То что Необходимо подойти Очень близко Желательно вплотную Тогда вы уже можете Заводить пилу И пилить Но учтите то что Если поблизости Около выжившего Есть окно Либо же доска Тогда Вы вряд ли Успеете его распилить Он скорее всего Просто туда Прыгнет И вы ничего Не успеете сделать Поэтому давайте Хит молотком своим Для того он и нужен Есть многие Выжившие Которые Говорят Мол Хилбили Которые используют Молоток Вообще Что за хилбили Надо только пилить Ничего подобного Молоток это Такое же Неотъемлемое И во многих Ситуациях Очень важное Оружие Для этого маньяка Вот особенно На той же свалке Которую я уже Упоминал Там столько досок То что Вам часто Придется бить молотком И нет в этом Ничего такого Стеснительного Ну а пила она Для тех случаев Когда Выжившему Некуда убежать Когда вы точно Знаете То что поразите Его С одного Распила Такие вот дела Видим то что Уже подняла Кладетка Своего дружка Я даже не заметил Где она тут сидела Но это не важно Сейчас мы их Обоих положим Вот я не вижу Его на самом деле Вижу только следы Так конечно Он пойдет в окно А я туда не пойду Потому что Это долго Он сейчас будет Туда сюда ходить Но у него на самом деле Немного вариантов Тут места мало Где мансить Ферма это все таки Мапа для хилбили И я дам ему шанс Увернуться Ну он его не реализовал Вообще на самом деле Когда вот такая вот Игря идет Как сейчас То что я быстро Всех кладу И они Особо не чинят генера Ну либо чинят Очень медленно То в принципе Я люблю использовать Только бензопилу Потому что Ну даю шанс Так сказать Спастись Убежать Как-то Никому подобное А вот сейчас Я просто не ожидал Что она выбежит Поэтому долбанулы По коленке Вот Вы согласитесь Сейчас вообще Эпичный Распилил Пускай она валяется Потому что Я не помню Сколько она уже Развисела И если Она сдохнет Когда я ее повешу То будет некрасиво Надо найти еще Одного чувака Я даже не помню Видел я его или нет Понятия не имею Где его искать Поэтому просто буду Сейчас ходить По геникам И смотреть Вот тот геник Я помню Начинали чинить Сейчас посмотрим Что там Нет Ничего здесь нет Его Так никто Больше не заводил И Тихо Глухо Как в танке Погнали Посмотрим Что еще где Не помню я кстати Что взял из аддонов Но на самом деле Это не особо То и важно Здесь тоже Кто-то немного Начал заводить Давайте поломаем Когда-то Не было возможности Поломки геников Вот это было конечно Для маньяков Тяжко И дело даже не в том Что геники заводились Значительно быстрее Нет Просто Все вы помните Навык адреналин Который отхиливает На одно состояние После того как Навроту подано питание Так вот Раньше Все использовали Этот навык И оставляли Специально один геник Около в рот Который уже был замакшен Потом его включали И моментально Могу отхилиться Три или четыре человека И все оставались жить Сейчас же уже пофиксили Ну точнее не пофиксили А дали возможность Маньякам ломать геники И уже Оставлять Почти на максимум Заведенный геник Не очень-то иррационально Бесполезно Это занятие стало Сюда куда-то следы ведут Вот наша красавица Давайте тоже дадим Мне шанс свалить Будем пилить ее Звук как будто бы Впилился в какой-то камень Хотя это тушка свиньи Донесусь Нет красавица Сегодня ты будешь отдыхать Где же еще один пупсик Вот я не понимаю Он ее поднял Куда-то делся В общем я его долго-долго Искал искал И не нашел Он так свою подружку И не поднял Как видите И куда-то свалил В общем в той катке Я так и не нашел Последнего выжившего Он где-то заныкался И даже не пошел Спасать свою подружку Поэтому Там уже было неинтересно Я решил не вставлять Чтобы вас не утомлять А сразу перейти К видео К моей игре За медсестру Самого сильного маньяка В ДБД Я решил взять Три блинка Хотя почему-то Некоторые считают Что типа Три блинка Это как-то по-нубски Лично я не понимаю Почему Нужно использовать Все возможности Которые нам предоставляет Игра И поэтому Три блинка Для меня Отличный Оптимальный вариант Мы уже Кого-то Подбили Сейчас давайте Завалим этого Эйса Сейчас он наивно Полагал то Что я его не заметил Но это не так Сразу скажу Почему я использую Именно эти навыки Зов медсестра На мой взгляд Очевидно Что это один из самых Топовых навыков Вообще На всех маньяков Поскольку Вы видите Как и где Кто-то лечится Тобишь Ауру выжившего И Это зачастую На медсестре Прям таки Вручает Даже в этой катке Возможно Нам понадобится Этот навык И мы Помешаем Людям лечиться Затем Навык Оленей Опять же таки Который я использую И набили Чтобы видеть Всех Кто валяется Ну Как и набили Я люблю Завалить Несколько человек А потом Уже их вешать Поэтому Для меня Это один из Самых важных Навыков Следующий навык Не помню Как называется Но Суть его в том Что Если я Промахиваюсь По человеку Ну то есть Долбану об стену Там Или Просто не попаду То Я быстрее Выхожу Из этого Министана Очень тоже Полезный навык Потому что За медсестру Я не профессионал А любитель И Иногда Промахиваюсь Как ни странно Вот Поэтому я использую Этот навык И конечно же Танотофобия Как я уже сказал Она Делает Починку геников Для выживших Очень и очень Медленнее Для меня Это Тоже Очень важно И полезно Что тут происходит Вот этот Билл Какой-то Обнаглевший Вы видели Как он меня Там Оббансил Но Я так понимаю Часы Да Я так и знал Что у него Часы Давайте за ним Погонимся Потому что Он заслужил смерти Сегодня у него Ужасное поведение И Игра только началась А мы уже Даем всем Жару Сейчас мы Завалим Этого Красавчика Да Мы видим Что он Не особо Как-то Хорошо Мансует Поэтому Убить его Не составит Труда И Я не буду Его сейчас Вешать Потому что Скорее всего Кто-то Поднимает Билла Поэтому Вернусь И Посмотрю Нет Кто-то Есть Спереди Да Я был Близок Я знал Что здесь Кто-то Сидит Но Не был Верен Зачем-то Она скинула Доску Мне непонятно Для чего Она это Сделала Возможно Тоже Новичок Да Конечно Страна Я сейчас Косил Спросите Почему Не погнался За ней Да Потому что Увидел То что Тут уже Лечит Чувака И Решил Помешать Давайте Тогда Я сразу Завалим Чтобы Она тут Не мешалась Нам И Сразу Ж Вернемся К тому Дальнему Да Вон Зашкирился Я тебя Видел Чувак Давай Как ты Тоже Будешь Лежать Ну Я думаю Далеко Он не Убежит Сейчас Мы Попытаемся Выдогнать Так И Что Дальше Все равно Далеко Ты От Меней Не Денешься Все Твои Друзья Валяются А Вот Этого Я Че Ты Немножко Не Рассчитал Да Есть У Менестре Косяк Она Тпшится Как-то Иногда Непонятно Во всяком Случае В высоту Она Вот Так Вот Как Вы Только Что Поняли Не Летит А Иногда Допустим Может Залететь В подвал Хотя Вы Хотели Лететь По Прямой Ну Иногда Это Мешает Иногда Может Наоборот Помочь Как Повезет Я Видел То Что Там Он Слева Пробежал Но Я Не Ну Дедуля Пускай У нас Висит В подвале Потому Что Сегодня Он Ужасно Себе Вел Да И Хоть Кого То Надо Уже Повесить А то Все Лежат На земле На холодной И Мерзнут Отправимся На поиски Вот Красавица Что Же Ты Такая Глупенькая Валяться Будешь Зайка Ну Что Я могу Сказать По поводу Медсестры Если Ски Убили Все Понятно Почему Он Один Из Самых Сильных То С Медсестрой Все Еще Проще Она Тпшится Сквозь Стены Она Всегда Знает Где Вы Потому Что У нее Есть Способность Перемещаться Через Время И Пространство И Находить Вас Всюду И Везде То Есть От Медсестры Свалить Вообще Очень Сложно Если Против Всех Других Маньяков Можете Монтить В Окнах И Тосках То Против Опытной Медсестры Такие Трюки У вас Не Подействуют Ибо Она Всегда Вас Будет Валить Вот Такие Вот Дела И Какая Же Тогда Тактика Против Нее Спросите Вы Но На самом Деле Трудно Предугадать Против Некоторых Медсестр Работает Такая Тема Бежать К Ней Навстречу Тогда Она Сквозь Вас Прилетает И Потом Не Вдупляет Вообще К делу И Че Происходит Но На самом Деле С многими Медсестрами Такое Не Прикатывает Как Делаю Личный Я Я Забегаю За угол А там Уже Начинает Что-то Мутить В некоторых Ситуациях Бегу Дальше Хотя Многие Сестры Рассчитывают То Что Я Побегу За угол Туда Вдоль Стены Куда Нибудь А Иногда Бывает Запрыгну В какой Шкаф Ну Помогает Это Далеко Не Всегда И Универсального Метода Против Универсальной Тактики Точнее Против Медсестры Естественно Не Существует Все Дело Индивидуальное Если Вы Знаете То Что Медсестра Опытная То Что Допустим Она Кровавая Или Всех Жестко Валит То Естественно Бежать К ней Навстречу Это Точно Не Вариант Это Я Уже На себе Чтобы Последний Выживший Поднял Хоть Кого То И Сделал Вид То Что Я Заблудился Пошел Там Чинить Генек Пить Чай И Заниматься Какой-то Фигней Боже Чувак Ты бы Хоть Отошел Еще Что Блин Тут Шатаешься Вообще Походу Впервые В игре Я не знаю Чем Давай Ка Ты Отдохни Еще Немного Ненормально Вообще Ее Тут Подняли Она Одном Месте Полный Финя Кайп Вообще Любезно На встречу Побежал Ну Давай Тогда Будешь Висеть Что Если Он Бежит Ко Мне На встречу Я так Понимаю Он Хочет Висеть Как Вы Думаете Мне Кажется Что Так И Есть Вон Замечательный Крючок И Неужели Они Кого-то Поднимают Фантастика Сейчас Мы За ними Тогда И Пойдем Вот Очень Просто Я Вижу Просто Насквозь Стены Что Они Там Делают Опять Эта Красавица Лечилась В чем Сила Медсестры Она Всегда Все Знает Всегда Все Видит Вот Сейчас Он Вроде Меня Оглушил Но Я Все Дал Мутычку Тоже Такой Мини Бак Или Я Не Знаю В чем Фигня Очень Часто У Меня Когда Я За Выжившего Гоня Такая Тема То Что Я Медсестру Оглушил Нахожусь С противоположной Стороны От нее А Как бы Она Все равно Дала мне Хит И На мой Взгляд Такого Не должно Быть Вот Ну Так как Сейчас Я Играю За медсестру Придется Страдать Не Мне И Меня Такой Расхват Устраивает Побежал Куда-то Сюда Пупсик Вон Видим Следы На Доме На стене Я Знаю Что я Снизу Мне Кажется Это Уже Вообще На Гость Детка Куда Ты Бежишь Давай Я Тебя Замечу Давайте Тогда Я Тоже Повешу Потому Что Она Уже Слишком Много Валялась Сколько Можно Спать Земля Холодная И Да Я Слышал То Что Там Опять Начали Чинить Генек Поэтому Обязательно Пойдем В тот Дом И Поможем Поможем Красавчику Сдох Или Кто Там Чинить Не Знаю Может Дедуля Так Теперь Здесь Уже Тихо Я Так Понимаю Что Убежали От Сюда И У Чувака Сдали Нервишки Он Любнул Да Да Я Тебя Видел Чувак Кто Несчастье За Одесса Тому Особо Некуда Он Такое Ощущение Будто Вообще Сдался Как-то Даже Особо И Не Бегал Не Знаю Я Где Последним Искать Пойдемте Вот О чем Я Говорю То Что Иногда Хочешь Тепешни Сопрямо А Появляешься Куда Фиг Знаю Где Смотрите Какая Удача Где-то Здесь Он Я Точно Знаю Видели Следили А Вот Как Забавно Он Уже Сдавался Но Извини Чувак Я Не Хочу Формить Вы Починили Всего Лишь Один Генек И Ждать Пока Вы Дочините Остальные Вот Хотя Бы Три Геника Ну Два Они Дочинят Это В принципе Мне Недолго Ждать Но Когда Блин Только Один Генек Починили Я Не Собираюсь Ждать Чтобы Они Починили Все Остальные Ну Что Ж Я Вижу То Что Эйс Не Смог Сбежать С Крика А Это Значит То Что Я Всех Убил И Победил Если Вы Новичок То Мотайте Науз Какой Маньяк Самый Сильный За Кого Стоит Начинать Играть Ну А С Вами Был Господин Оценивайте Видео Подписывайтесь На Канал И Мы С Вами Увидимся